Музыка Уважаемые жители Хабаровского края! Для того, чтобы участвовать в выборах главы региона, кандидату необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Что это такое, я попробую сейчас объяснить. Муниципальный фильтр – это процедура сбора определенного законом количества подписей депутатов и глав муниципальных образований, необходимые для регистрации кандидатов-губернатора. Кандидату от политической партии КПРФ для участия в выборах губернатора Хабаровского края в соответствии с законодательством необходимо собрать около 200 подписей, причем не менее 26 подписей должны принадлежать главам и депутатам муниципальных районов, городских округов, и они должны быть собраны не менее чем в 15 муниципалитетах Хабаровского края, то есть это 13 районов и 2 города – Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Это очень сложная процедура, поскольку подписи необходимо собрать и сдать в очень ограниченное время. Многие депутаты и главы косвенно или напрямую зависимы от действующей власти. В некоторых муниципалитетах кандидат от власти может собрать до 100% всех имеющихся подписей. Кроме того, каждая подпись депутата должна быть заверена нотариально. А учитывая состояние инфраструктуры в крае, того, что не в каждый поселок можно доехать или долететь, то это очень сложная задача. И еще одна практически неопределимая проблема – это информация о депутатах. Оказывается, эта информация находится у администрации края за семью замками. Прикрываясь законом о персональных данных, информацию почти от 2000 депутатов представительных органов власть тщательно засекретила. На сайтах администрации районов и городов в лучшем случае можно найти только фамилию и имя отчества депутата, и это только на районном уровне, а уровень сел и поселков, то там вообще все покрыто тайной. Вот если очень кратко, что такое муниципальный фильтр? По сути, это технология недопуска реальных конкурентов к кандидату, назначенному властью. Власти сегодня с помощью муниципального фильтра решают, кого допустить до выборов, а кого нет. То есть фактически у нас будут проходить выборы без выбора. На сегодняшний день мы составили реестр всех депутатов и районного, и городского уровня, и каждому из них отправим обращение с просьбой поддержать выдвижение от кандидата от КПРФ в губернаторы нашего родного края. Это официальный путь. Но есть еще один способ, как можно растормошить депутатов и получить подписи. Множество людей пользуются социальными сетями. Теорию семи рукопожатий никто и никогда не отменял. Везде есть недовольные жители, у которых есть статус депутата городского, районного или сельского уровня. И каждый из нас может достучаться до своих представителей. Только мы, жители Хабаровского края, вправе решать, кому быть кандидатом в губернатор, а кому нет. Только нам решать, как будет развиваться наш регион. Нам, а не каким-то людям, кто прямо или косвенно выставляет преграды и решает, кому избираться, а кому нет. Какие бы ни стояли фильтры у нас на пути, они преодолимы. Я прошу каждого, прочитавшего или увидевшего это обращение, первое, сделать репост к себе в социальной сети, куда угодно, хоть в комментарии, хоть в виде отдельной публикации. Если это увидели администраторы или редакторы наших медиа, сделайте репост с этой просьбой или напишите публикацию об этом. Второе, поспрашивайте своих знакомых и родственников, и друзей, если среди них знакомые депутаты. Найдите их контакты, попробуйте сами переговорить с ними. Третье, у нас есть штабной номер телефона. Вы всегда можете направить контакты вашего депутата нам. У нас есть электронная почта, и вы можете написать туда. С учетом сложившейся ситуации, по всех случаях, мы гарантируем анонимность. Лишь от нас с вами зависит, кто станет кандидатом в губернаторы. Лишь от нас зависит, кто станет губернатором. И чем нас больше, тем больше шансов на то, что жители возьмут судьбу регионов в свои руки и дадут возможность пройти этим выбором по-настоящему конкурентно. Продолжение следует...